Добрый день всем. Меня зовут Михайлова Людмила. Я действительно очень люблю медийную рекламу. И я хочу сказать, что аудитория, которая осталась после обеда, это самая лучшая аудитория, на мой взгляд. Поэтому давайте продолжим говорить о прекрасном, поговорим о медийной рекламе. Так, а где? Вообще вы, наверное, заметили, что сегодня мой доклад не первый о медийке. Как минимум в трех докладах мы говорили о медийной рекламе, и это не случайно. На сегодняшний день медийная реклама прямо находится в трендах. О ней говорят везде, о ней говорят много, и это не случайно, потому что сегодня медийная реклама это интересный, развивающийся, очень технологичный инструмент. И прежде чем начать свой доклад, вернее начать свой доклад я хочу не с моего слайда, а со слайда, который я привезла с РИФа с прошлой недели. Это исследование компании РАЭК, исследование по России о том, как растут какие сегменты в интернет-рекламе. Что интересного на этом слайде? Интересно то, что, во-первых, баннерная реклама растет. Наверное, вы знаете, что обычно этот сегмент рекламы таких больших темпов роста не показывает. И в 2017 году медийная реклама выросла, баннерная реклама выросла на 11%, и это много. И что еще интересного на этом слайде? Это то, что видеореклама растет быстрее, чем контекстная реклама. Понятно, что здесь можно сказать, что от низких цифр расти быстро несложно и так далее, и так далее, но этот сегмент рекламы растет, и было бы неправильно не обращать на это внимание. Ну и в целом то, что видеореклама очень сильно растет, это не только тренд, который характерен не только для России, но и для всей Европы. И мы не можем не обращать на это внимания. Начать мне хотелось бы с баннерной рекламы. Прежде чем я начну говорить, хотелось немножечко обратить ваше внимание вот на что. Когда мы выбираем любой инструмент, будь то медийная или контекстная реклама, нам очень важно понимать, на каком этапе принятия решения о покупке мы ловим нашего потенциального пользователя. И достаточно долгое время медийная и контекстная реклама были очень четко разделены по своим функциям. То есть если вы работали с пользователем, который еще не начал что-то хотеть, вы делаете так, чтобы он что-то захотел, вы используете медийную рекламу и работаете вот здесь, когда человек еще, кажется, ничего не хочет. И вы ему показываете красивые картинки, красивые видео, делаете так, чтобы он что-то захотел, начал искать это в поиске, и потом обрабатываете его уже контекстными инструментами. И достаточно долго вот такая ситуация на рынке была. Здесь была медийная реклама, там была контекстная реклама, и где-то в серединке еще работал медийно-контекстный баннер, который сейчас называется немного по-другому. Но в последнее время медийная реклама стала очень технологически развиваться, и появилось очень много различных инструментов, которые есть везде. Медийная реклама научилась быть очень контекстной. Она научилась таргетироваться на пользователей самых разных групп. То есть вы можете на очень широкую аудиторию таргетироваться, можете на очень узкую и маленькую. И это все доступно в инструментах медийной рекламы. Но отдельно хотелось бы поговорить еще вот о чем. Когда мы с вами покупаем медийную рекламу, мы всегда платим за показ, за тысячу показов. И очень и очень важно, чтобы этот показ был видимым. И я хочу специально заострить ваше внимание на том, что в Яндексе у нас очень жесткие стандарты по видимости показа. Что такое 50 на 2? 50% баннера должно быть в зоне видимости, и баннер должен быть в зоне видимости как минимум 2 секунды. Это очень важно, потому что это самые жесткие стандарты на рынке интернет-рекламы. Что происходит, если человек кликает, например, в момент загрузки баннера, или в первую секундочку, когда баннер появился. Этот клик, он как бы некачественный. Человек еще не понял, что вы ему показываете, или вообще баннер не загрузился. И вот такие вещи мы не считаем. Более того, проводились исследования на тему эдрикола и на тему запоминаемости. И выяснилось, что когда человек видит баннер менее 2 секунд, эдрикол, в общем-то, очень низкий. Если человек видит баннер 2 секунды и больше, то запоминаемость существенно увеличивается. И вот когда вы размещаете баннер на Яндексе, то у вас всегда будет баннер как минимум 50% видимости, и как минимум 2 секунды пользователь будет на него смотреть. Вот. Ну, это о современных стандартах. А теперь давайте вспомним, как все начиналось. Я очень люблю проводить всякие розыгрыши, и очень люблю смотреть в прошлое. Кто знает, когда появился самый первый баннер в интернете? В каком году? Громче, пожалуйста. Так, в 95-м кто еще? 91-й нет. Кто сказал 94-й? Вы выиграли наш первый приз. Здорово. Браво. Я вижу, что здесь собрались профессионалы, потому что все где-то около называли, значит, вы очень сильно в теме. Вот так выглядел тот самый первый баннер. И, ну, наверное, раз вы знаете, когда он появился, вы, наверное, знаете, какой CTR он собрал. 78%. На самом деле, странно, что не 100%, потому что, ну, это первый баннер. Кликни сюда. Все, мне кажется, должны были кликнуть. Странно, что кликнули не все. Вот. На самом деле, этот самый первый баннер был размещен по следующему принципу. Мы взяли картинку и повесили ее на определенном сайте. И вот такой вот способ размещения медийной рекламы, он на самом деле и существует и сейчас, и он и сейчас тоже актуален. Я этот способ называю традиционной медийной рекламы. Это когда мы берем баннер и выбираем то место, на котором мы будем его показывать. Понятно, что, наверное, не всегда нужен такой способ размещения. Но просто не забывайте, пожалуйста, об этом в тех случаях, когда ваша аудитория – это все или почти все люди. Когда вы выводите на рынок какой-то новый продукт, новый бренд, когда вам нужно достичь максимального охвата, то вот эти инструменты, они по-прежнему остаются актуальными и отчасти незаменимыми. Когда вы работаете над формированием спроса, эти инструменты вам нужны. Давайте посмотрим, что предлагает Яндекс в этом плане. Вы можете размещать баннеры на главной странице или на кинопоиске. Ну, наверняка вы все это все видели. Парочку слов о размещении на главной. Недельная аудитория главной страницы – это более чем полтора миллиона пользователей. Это достаточно много. И на самом деле вот такое размещение рекламы, но это все-таки премиальный и достаточно дорогой продукт. Также вы можете… А, ну это так, как это выглядит. Я думаю, вы это каждый день все увидите. Вот. Как можно размещаться на кинопоиске? Здесь вы видите контент, собственно, кинопоиска, и все, что вокруг – это брендированная часть. Это вы тоже можете получить. Чтобы разместить такого рода рекламу, вам нужно обратиться к нашим партнерам-селлерам. Это что касается традиционного способа размещения медийной рекламы. Но мы с вами здесь собрались, чтобы обсудить все-таки новые технологии. И сейчас немножечко о новых технологиях медийной рекламы. Здесь я не случайно взяла сразу два продукта, так называемые RTB и медийная реклама в директе, о которой вы сегодня уже слышали. Я не случайно их поставила рядом, потому что, по сути, это такие два брата, которые просто живут в разных интерфейсах. Это очень близкие продукты, и основная их суть в том, что вы выбираете не то, где показывать рекламу, а вы выбираете, кому ее показывать. Ну, скажите, если ваша аудитория – это женщины, которые любят кошек, то, наверное, вам все равно, что вы покажете рекламу женщине, которая любит кошек, пока она смотрит автомобили, потому что она не перестает быть вашей целевой аудиторией, неважно, где вы ее поймали. Что касается тех этапов, вот этой воронки, вот этих этапов принятия решения, то RTB и медийная реклама в директе, они достаточно многофункциональны. То есть мы с вами можем работать как в этой части, формируя спрос, так и в части очень близкой к покупке, к перформансу. И все зависит от того, какие таргетинги вы используете. Например, вы можете показывать вашу рекламу, ну, скажем, семье, которая ждет ребенка и формировать у них какой-то спрос. Но они еще не знают, что они захотят, когда у них родится ребенок, а вы уже начали им что-то показывать, готовить их к тому, чтобы они потом искали какие-то ваши продукты. С другой стороны, вы можете показывать медийную рекламу тем людям, которые прямо искали что-то конкретное. Я не знаю, там кто-то искал красные туфли, и вы им показываете рекламу про красные туфли, и это тоже возможно. То есть огромное количество способов нарезки аудитории сейчас доступно в этих продуктах. И невозможно рассказать обо всех таргетингах, потому что их бесконечное количество, их много, они появляются все новые. И, пожалуйста, используйте те технологии, которые у нас сегодня есть. Очень важно просто понимать, что вы хотите. И когда вы поймете, что вам нужно, мы найдем способ это реализовать. Я хотела рассказать буквально о нескольких таргетингах, просто привести несколько примеров. Всем нам известный знакомый соцдемтаргетинг. Казалось бы, ничего нового, но здесь я хотела бы акцентировать ваше внимание на том, что мы не используем в Яндексе какие-то анкеты. То есть вы можете написать где-нибудь в анкете, что вы, например, женщина 45+, но на самом деле вы мужчина 24 лет. Так вот, если вы в интернете ведете себя, как мужчина 24 лет, то наша технология крипто поймет, что вы мужчина, и будет показывать вам рекламу, таргетированный на мужчин. Простите. Вот, это основной соцдемтаргетинг. Но помимо этого у нас есть так называемый расширенный соцдемтаргетинг. При помощи крипты мы умеем определять, есть ли в вашей семье дети, и какого они возраста. Замужем вы или нет, женаты или нет. Мы можем определять ваши профессии. Вы можете рекламу таргетировать, например, на таксистов, у которых есть дети, не знаю, там подростки, например, все это возможно. Но не всегда соцдемтаргетинг достаточен. У нас есть таргетинги по интересам. Это также определяется при помощи крипты. Крипта это такая штука, которая по вашему поведению в интернете умеет определять ваши интересы. То есть для этого не нужно искать что-то про этот интерес, крипта поймет и так. Так вот, почему важно использовать и интересы тоже. Очень часто мы таргетируем рекламу, исходя из каких-то наших пониманий того, кто наша целевая аудитория. Например, рекламу компьютерных игр часто таргетируют на мужчин 18-34. Но недавно посмотрели, посчитали и выяснилось, что запросы, связанные с компьютерными играми, всего лишь на 30% делают с этой категории. А все остальное это не мужчины 18-34, это какие-то другие люди. Если бы мы с вами таргетировались на интересы, то мы эту аудиторию поймаем. Если мы будем таргетироваться только на соцдем, то мы ее можем упустить. Поэтому пользуйтесь и теми, и теми возможностями. Также есть варианты многочисленные таргетирования географического. Это может быть широкий географический таргетинг, например, на всю Беларусь, или это может быть очень узкий географический таргетинг, например, на людей, которые находятся в конкретной географической точке. То есть если вы продаете пиццу в обед, вы можете прям этим людям показывать свою рекламу, которая находится где-то рядом с вашей пиццерии, например. Вот. И отдельно хочу рассказать вам про вот такой таргетинг. Это нацеливание на людей, которые мало смотрят телевизор. На мой взгляд, это очень полезный таргетинг, потому что, ну, как вы знаете, много людей сейчас не смотрят телевизор. По нашим исследованиям, примерно 30% аудитории Яндекса телевизор смотрят очень мало. Мало — это меньше часа в день. Так вот, вы можете таргетироваться, показывать рекламу именно на этих людей. И сейчас немного забегу вперед и скажу, что когда вы размещаете видео рекламу, вы также можете использовать этот таргетинг. То есть, например, вы показываете на телевизоре какой-то рекламный ролик на всех людей, которые смотрят телевизор, и этот же самый рекламный ролик показываете в интернете на тех людей, кто телевизор не смотрит, и таким образом охватываете максимально возможную аудиторию. Это что касается таргетингов. Повторюсь, их много, они разные, и важно просто понимать, что вы хотите, и мы найдем для вас подходящий. Отдельно хочется остановиться на аукционе в медийной рекламе. Как я уже говорила, мы с вами платим за тысячу показов, и когда вы выбираете аудиторию, вы выбираете цену, которую вы готовы платить за показ этой аудитории. Дальше происходит аукцион. Я вам хочу немножечко показать, как он происходит. Очень упрощенно сразу скажу, но мне кажется, зато понятно. Итак, представим ситуацию. Вот такой вот замечательный герой заходит в кафе, открывает свой ноутбук, и у него загружается страничка. В тот момент, пока у него загружается страничка, мы о нем узнаем следующее, что это мужчина, что ему примерно 45 лет, что он человек с высоким доходом и интересуется дорогими автомобилями. Страничка продолжает загружаться, и в это время наша система говорит, внимание, внимание, есть лот, мужчина 45 лет плюс интересуется дорогими автомобилями. Кто хочет показать баннер вот этому конкретному человеку? И далее начинается аукцион. Один товарищ говорит, я готов заплатить за показ баннера вот этому конкретному человеку рубль. Другой говорит, я готов заплатить два. Человек в очках говорит, я заплачу три, и, например, выигрывает аукцион. И таким образом наш с вами герой увидит, например, вот такой баннер. Я рассказывала сейчас про это достаточно долго, но на самом деле весь этот процесс занимает доли секунд. То есть пока страничка загружается, происходит этот аукцион, и наш герой видит тот баннер, который выиграл этот аукцион. Пару слов о том, как это происходит для тех, кто платит. У нас действует аукцион второй цены. Предположим, что тот мужчина в очках поставил цену 100 рублей за 1000 показов. Это не значит, что он заплатит 100 рублей за 1000 показов. Это значит, что он заплатит 60 рублей. То есть это тот, кто был ближе всего к выигрышу. Плюс шаг аукциона у нас это 1 рубль. То есть тот человек, который поставил 100 рублей, на самом деле заплатит за 1000 показов 61 рубль. Это коротко про аукцион. Все аукционные продукты в медийной рекламе, они работают по этому принципу. И вы всегда выбираете сами ту цену, которую вы готовы заплатить за 1000 показов в выбранной вами аудитории. Здесь нужно учитывать, что аудитория бывает тоже разная. Например, очевидно, что владельцы кошек стоят несколько дешевле, чем люди, интересующиеся кошками, будут стоить несколько дешевле, чем те, кто ищет что-то там про дорогие автомобили. И коротко еще раз хочу подытожить некоторые основные моменты про RTB и про медийную рекламу в директе. И тот и другой продукт будет показываться на сайтах наших партнеров и на нашей внутренней сети. Новости, почта, погода, автору и так далее. Действуют принципы аукциона, про которые мы с вами поговорили. Оплата происходит за 1000 показов. Доступны разнообразнейшие варианты, всевозможные таргетинги. И в чем основное отличие между этими двумя продуктами? В том, что RTB вы можете разместить через агентство, а медийную рекламу в директе вы можете размещать самостоятельно. То есть если вам хочется попробовать самостоятельно что-то поделать в медийной рекламе, то, пожалуйста, заходите в директ и пробуйте. Важно, что там есть конструктор, и вы можете все прямо руками сделать. Но если вы не готовы сами этим заниматься, вы можете делать RTB через агентство. Здесь несколько различаются таргетинги, и медийная реклама в директе, она дает возможность больших настроек и делать более узкие таргетинги, вплоть до набора ключевых слов. Если говорить об RTB, то это в целом более широкие таргетинги. Но это достаточно условно, потому что, еще раз повторюсь, эти продукты очень близки, и основной их принцип в том, что вы выбираете ту аудиторию, которой вы показываете баннеры. Это коротко об RTB. Теперь хотелось бы немножечко буквально остановиться на том, что мы раньше называли МКБ. Некий гибрид между контекстной и медийной рекламой. Именно поэтому у меня здесь кентавр нарисован. На самом деле МКБ и раньше был достаточно интересным продуктом, просто он был сложен для размещения. Сейчас все стало намного проще, и вы можете самостоятельно размещать этот продукт. Если мы опять посмотрим на вот эти вот этапы принятия решения, то медийно-контекстный баннер нам нужен, когда человек уже более или менее готов к покупке, и когда он что-то пытается отыскать на поиске. И вот здесь мы приходим к нему с нашим баннером. Несколько скриншотов про то, как это работает и как это выглядит. Например, я ищу пластиковые окна, и, естественно, я вижу баннер про пластиковые окна. Что здесь важно? Это единственный баннер, который показывается на странице с результатами поиска. Других баннеров здесь не может быть, и это на самом деле очень клевое место для размещения вашей рекламы. Пожалуйста, если вы еще не пробовали, попробуйте. Это обычный стандартный вариант для размещения такой рекламы. Давайте посмотрим дальше, какие варианты еще могут быть, а они могут быть. Заходим на поиск, набираем грузоперевозки, видим баннер. И что мы видим еще? Мы видим контекстную рекламу. Вот этот вариант размещения, на мой взгляд, является самым правильным, потому что вы даете пользователю, человеку, который ищет перевозки, уже две точки входа на ваш сайт. Потому что если я визуал, я воспринимаю картинки, я, наверное, отреагирую на баннер. Но если я воспринимаю буквы, то я отреагирую, скорее всего, на контекстную рекламу. Используйте эту возможность. И что очень важно, если раньше мы за такой баннер должны были платить за тысячу показов, то сейчас вы платите за клики. То есть размещая оба эти варианта, вы не делаете свою рекламу дороже. Вы просто увеличиваете количество входа на ваш сайт. Ну и хочу показать вам третий вариант. К сожалению, в Беларуси я такой вариант свежий не нашла, но есть такой вариант из Екатеринбурга. Итак, мы ищем натяжные потолки. Мы видим баннер про натяжные потолки. Мы видим директ. И мы видим их же в результатах поиска. На самом деле этот вариант достаточно сложен для исполнения. Понятно, что это за один день не сделать. Если попасть в директ и в баннер вы можете разместиться и появиться там завтра, то вот этот вариант требует длительной работы. И вот эти ребята, которые так размещаются, они на самом деле годами над этим работали, и у них годами так все и показывается. Но, по-моему, это очень круто. Потому что если я буду искать натяжные потолки, то у меня практически нет шансов зайти к кому-то другому, я попаду к этим ребятам. Это коротко про баннер на поиске. И основное, что еще раз хочу подчеркнуть, это единственный баннер, который показывается на странице с результатами поиска. Он показывается по ключевым фразам. Здесь нет никаких ограничений. Вы можете разместить баннер по запросу «Красные туфли купить» по одному, например, запросу. И, пожалуйста, никаких минимальных заказов, никаких ограничений нет. Оплата производится за клик. И еще раз повторюсь, этот вариант рекламы доступен для самостоятельного размещения. То есть вы прямо сейчас можете зайти в директ и сделать себе вот такой баннер. Ну и теперь самое интересное. Поговорим немного о видеорекламе. Как я сказала в самом начале, видеореклама растет, это общий европейский тренд, и мы с вами не можем не обращать на это внимание. А сейчас маленький вопрос в зал. Скажите, пожалуйста, кто из вас сегодня посмотрел хотя бы один видеоролик? Не рекламный, а какой-нибудь другой. Хоть кино, хоть небольшую запись. Ну смелее поднимайте руки. Я думаю, кто сейчас не поднял руку, тот, наверное, прямо сейчас смотрит какие-то видеоролики. Вот. Ну, я не знаю, может быть, в Беларуси действительно меньше смотрят видео, но в России руки поднимают все. Вот. И поэтому у меня несколько цифр. Из России цифры тоже свежие, буквально за март. Просто хочу вам рассказать, как у нас это происходит. Аудитория видеосмотрения выросла на 12% год к году. Это достаточно большой рост. На 64% выросло количество просмотров видеороликов любых. То есть это сравнивается первый квартал 2018 года к первому кварталу 2017. И вообще я слышала такое мнение, что каждый месяц среднестатистический человек смотрит больше роликов, чем в прошлом месяце. То есть наше с вами видеосмотрение, оно неизбежно растет, растет и растет. Примерно 17 дней в месяце средний человек смотрит какое-нибудь видео, неважно какое. А сейчас у меня вопрос еще раз к вам. Как вы думаете, сколько в среднем видеороликов в день смотрит средний человек? Сколько? 14, 6, 5, 10. Так, вот кто сказал 30, тот был очень близок к истине. На самом деле посчитали, но это опять же про Россию, может быть у вас немного по-другому, но в России примерно 35 роликов смотрит средний человек. Я про себя скажу, что я столько не смотрю, но я, видимо, не совсем тот человек, которого считали. Вот, ну и напоследок цифра, которая впечатлила меня больше всего из этого исследования, это исследование медиаскоп. За март россияне посмотрели 205 лет видеоконтента. Можете себе представить? 205 лет видеоконтента. Мне сложно представить, сколько это. Ну, в общем, смотрите, люди видео смотрят. И вообще задача любого рекламодателя идти туда, где его аудитория. И если наша с вами аудитория вся пошла смотреть видео, то нам с вами тоже нужно идти туда, где находится наша аудитория. Может быть, нам не всегда хочется, может быть, нам не всегда удобно, если там, я не знаю, наша аудитория вся смотрит видеоблогеров, то нам рано или поздно придется работать и с видеоблогерами тоже, хотя это иногда непросто. Так что идите за своей аудиторией, а ваша аудитория уже смотрит видео. Теперь, как обычно, я же говорила уже, что я люблю заглядывать в прошлое. Давайте посмотрим, как начиналась видеореклама. Сейчас вопрос в зал. Пожалуйста, отвечайте по возможности громко. В каком году появилась первая видеореклама в Советском Союзе? Так, вы там какой год назвали? Правильно, в точку. Спасибо большое. Я предлагаю поаплодировать. А сейчас мы с вами посмотрим этот видеоролик. Ну, в общем, это годы, когда все везде рекламировали кукурузу. Ролик длится 2 минуты 20 секунд. Мы, конечно, сейчас с вами не можем себе позволить снимать такие видеоролики, но тогда это сработало. Это действительно самый первый видеоролик рекламный в Советском Союзе. Сейчас давайте посмотрим, что у нас сегодня происходит. В целом, это слайд, как говорится, для самостоятельного изучения. Потом посмотрите, почитайте. Две основные мысли, которые здесь можно найти. Видеореклама в интернете более эффективна, чем видеореклама на телевидении за счет возможности таргетирования на нужную вам аудиторию. И вторая мысль. Видеореклама в интернете более кликабельна, чем баннерная реклама в интернете. Здесь тоже кажется, что все понятно, потому что видеореклама, естественно, привлекает больше внимания и провоцирует большее количество кликов. Ну и, естественно, раз я из Яндекса, я расскажу, что мы предлагаем в Яндексе в плане размещения видеорекламы. У нас есть видеосеть. Перед вами список площадок, где появится ваша видеореклама. То есть везде, где есть видеоконтент, может появиться ваша реклама. Также она появится на сайтах наших партнеров. Она появится в том числе на Smart TV, что, по-моему, важно на сегодняшний день учитывать. И два основных момента, которые я хочу проговорить. Ваша реклама появится только на легальном контенте. Мы никогда не размещаем рекламу на каких-то пиратских ресурсах. Внутри пиратского фильма вашей рекламы точно не будет. И для вашего бренда это безопасная история точно. И мы очень серьезно относимся к фроду. То есть всякие там боты, всякие там накрученные показы и так далее, и так далее. Все мы это отфильтровываем. Для нас это принципиально важный вопрос. Как это будет выглядеть? Например, вы заходите на Яндекс.Видео смотреть какой-то фильм. Естественно, в начале фильма вы можете увидеть рекламу чего-нибудь. Также это может быть в середине и в конце, но чаще всего в начале размещают. Если вы заходите на афишу, то внутри трейлера к какому-то фильму, в начале трейлера чаще всего вы тоже увидите видеорекламу. Кроме того, как я уже говорила, реклама может появиться на сайтах наших партнеров. В том числе на сайтах, где нет видеоконтента. Например, вы читаете какой-то текст, какую-то статью, и внутри этой статьи может появиться видеореклама. Такие сайты тоже входят в нашу сеть, где мы показываем видео. Немножечко о форматах. То, что называется мультирол или инстрим видео, это видео, которое включается в какие-то видеоформаты. Ну, то есть там в начале фильма, например, это может быть. Инпэйдж видео или аутстрим, это как раз-таки то, о чем я говорила, когда вы читаете какую-нибудь статью, читаете, 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 потом раз появляется картинка с видео. Что здесь важно? Если вы, читая статью, проскроливаете и видео не смотрите, то этот показ не засчитывается. И только если вы посмотрели это видео более пяти секунд, тогда этот показ будет засчитан. Ну и третий формат, который мы предлагаем, это мобильное видео. Естественно, там много кто смотрит в мобильном какие-то видеоштуки, и там тоже можно показывать видеорекламу. Она будет появляться поверх контента, и после пятой секунды ее можно пропускать, либо ролик может быть непропускаемый. Где работает видеореклама? Здесь я коротко остановлюсь только на одном моменте. Когда мы с вами говорим про видеорекламу в телевизоре, то это чаще всего вот здесь. То есть эта история нужна, когда мы с вами говорим про широкий охват, когда наша целевая аудитория – это все или почти все люди и так далее. Видеореклама в интернете – это более универсальный инструмент. За счет того, что вы можете нацеливаться на самые разные сегменты аудитории, то, о чем я говорила раньше, мы можем и на широкие кусочки делить аудиторию, и на маленькие узкие сегменты. Видеореклама становится универсальным инструментом, и она уже не только работает на узнаваемость бренда, но уже и двигается в сторону покупки, потому что при помощи видеорекламы в интернете вы можете двигать человека к совершению каких-то действий. Давайте чуточку дальше посмотрим про это подробнее. Какие могут быть для вас важны метрики здесь? Если вы видеорекламу в интернете используете для узнаваемости, то вам может быть очень важна метрика, которая называется VTR, то есть досматриваемость. Количество людей, которые досматривают ролики до конца, на нашей видеосети – это примерно половина. Это исследование размещений за 2017 год. Также, я думаю, для вас будет интересно узнать, что средний CTR видеорекламы 3%. Кто работает с медийной рекламой, с баннерной рекламой, те наверняка знают, что 3% – это прям очень и очень много. И я уже говорила, что видеореклама в интернете, она достаточно кликабельна. Парочка советов, не советов, как работать, как улучшить запоминаемость. То есть когда вы делаете видеоролик, во-первых, лучше его делать коротким. Вообще в рынке ходит цифра про 6-12 секунд, можно в целом сказать про 10-15, но это та длина ролика, которая обеспечит вам досматриваемость. То есть если вы хотите, чтобы ваш ролик досмотрели до конца, делайте его коротким. Примерно треть только людей досматривает длинные ролики до конца. В Яндексе самый длинный ролик может быть 30 секунд. Ну, конечно же, здесь еще очень важно, какой контент вы даете пользователю, потому что если ваш ролик интересный, то много шансов, что его досмотрят до конца. Вот. Очень важно также в первые примерно 3 секунды показать свой бренд и вообще донести основную мысль, потому что, ну, чаще всего люди все-таки долго не смотрят рекламу. Если вы в первых там 3-4 секунды их чем-то зацепите, больше шансов, что вас досмотрят до конца или как минимум запомнят ваш бренд. Ну и, конечно же, должен быть четко считываемый месседж. Должно быть понятно вообще, о чем ваша реклама, зачем вы сделали этот ролик и что, собственно, вы рекламируете. Также очень важно использовать и возможности видеорекламы в плане приведения пользователя к какому-то конкретному действию. Например, вы показываете какую-то рекламу, пожалуйста, дайте понять пользователю, что вы вообще от него хотите. Для этого у нас есть вот такие вот штуки, кнопки и всякие графические элементы прямо в ролике. То есть вы можете прямо в интерфейсе добавлять там кнопку, не знаю, заказать тест-драйв, узнать побольше, перейти купить. То есть помогайте пользователю понять, что вы от него хотите, и он отреагирует, и он кликнет на эту кнопочку. Также можно добавлять в ролик бегущую строку. Пара слов о том, когда это может быть нужно. Например, ваш видеоролик показывается в тот момент, когда человек читает статью, у него выключен звук, и даже если он видит ваш ролик, он может не понять, о чем речь, а вы бегущей строкой можете ему объяснить, что вы, собственно, хотите до него донести. Эти возможности тоже есть в интерфейсе. Важно, как я уже говорила, показывать ролики той аудитории, которая вам нужна. Выбирайте правильные сегменты с правильным посылом, и тогда у вас больше будет шансов, что вы приведете пользователя к какому-то действию. Ну и отдельно хочется поговорить о том, что у нас есть различные варианты ретаргетингов с видео. То есть когда человек посмотрел ваше видео, а если он его досмотрел до конца, вы, пожалуйста, его не бросайте в этот момент, продолжайте с ним коммуницировать. И у нас есть для этого возможности. Например, вы показываете видео номер один человеку, человек досмотрел его до конца, и вы тому же человеку показываете видео номер два, а потом и номер три и так далее. Вы можете выстраивать прямо целую цепочку коммуникаций и доводить клиента до того момента, когда он захочет что-то у вас купить. То же самое можно таргетировать и на баннеры в директе. То есть тем людям, которые досмотрели ваше видео, вы можете показать какой-то баннер, напомнить о себе, призвать к какому-то действию. Ну и основное, что хотелось сказать про видеосеть, подведем итоги. Еще раз, видеобаннеры показываются на Яндекс.Афише, музыке, кинопоиске и Яндекс.Видео. Также в рекламной сети Яндекса. Не только на видеоконтенте, но и на текстовых сайтах тоже. Длина ролика максимальная 30 секунд, оплата за 1000 показов. Здесь тоже действует аукцион, когда вы покупаете аудиторию и торгуетесь за эту аудиторию. И видеорекламу можно разместить на сегодняшний день только через нашего селлера. И еще буквально один момент, о котором мне хотелось бы сказать. Наверное, вам кажется, что видеореклама — это вообще-то дорогой премиальный инструмент, и можно размещаться, только там сделав видеоролик за 500 тысяч российских рублей. На сегодняшний день это не так. У всех есть мобильные телефоны, и даже на мобильный телефон можно снять качественный видеоролик и разместить его в видеосети. Более того, есть куча исследований про то, что такие вот хендмейт ролики, самодельные, они лучше работают и лучше воспринимаются, чем дорогие ролики за огромные-огромные деньги со звездами. Поэтому единственное, что здесь я хочу вам сказать — пробуйте. Это та реклама, которую точно стоит попробовать. Я, наверное, уже задержалась, поэтому заканчиваю. В целом, что я хочу сказать о медийной рекламе. Медийная реклама — это всегда красиво, эмоционально, и поэтому я очень люблю этот продукт. Спасибо большое вам за внимание. Раз вас. Коллеги, у кого есть вопросы, давайте иду к вам. С вас начнем. По поводу медийно-контекстного баннера, там, когда вы показывали на слайдах, вы показывали вместе с Яндекс.Картами, так? На самом деле на разрешении монитора, даже если на большом 22-дюймовом, баннера не видно, если человек не начнет скроллить. Так, как видно было сейчас на этом слайде, потому что карты скрывают все. А если выскакивает еще и вместе с каким-нибудь, кроме карты, еще может Яндекс.Маркет вылезти, то баннера вообще не видно. Ну, то есть будет ли это меняться, либо нет? На самом деле не при всех запросах у вас появляются карты Яндекс.Маркет. Я понимаю, это я говорю про это. При некоторых запросах это появляется. Я не думаю, что это будет меняться, но… Ну, есть услуги. Вы ничего не заплатите, если ваш баннер не увидят и на него не кликнут. Поэтому вы ничем не рискуете. Ну, никакого результата. Просто дело в этом. Пробуйте те запросы, в которых не покажутся карты. В услугах это сложно. Спасибо. Вот это комментарий по поводу медийно-контекстного баннера. Значит, мы его опробовали здесь, в Беларуси, только на услугах исключительно и столкнулись с двумя вещами. Значит, сразу скажу, что клиенты у нас очень давно. Вот. И сколько стоит их реклама, мы следим уже там не один год. Так вот, медийно-контекстный баннер оказался в сто раз дороже, чем первое место на поиске. Вот. Это один момент. Второй момент. Карты действительно закрывают экран и у нас получаются сотни показов и очень-очень мало кликов. Ну, показ не будет считаться, если ваш баннер хотя бы наполовину не в зоне видимости. Ну, а как по-другому? Я тоже вижу. Вот я захожу проверять, и клиент заходит проверять, и он видит, что… Он его не видит, короче. Я предлагаю нам с вами в куларах посмотреть, как это выглядит, и, возможно, мы придумаем какой-то вариант. Что касается цены, то я про это говорила. Еще раз повторюсь, что медийно-контекстный баннер это единственный баннер, который есть на поиске, и это отчасти, можно сказать, что премиальный тоже продукт, и это нормально, что он стоит дорого. Он может стоить дорого, да. Можно прокомментировать? Когда в самом начале, получается, медийно-контекстный баннер был в бета-версии, да, и выдавался только агентством, ну, в самом старте, то там другая была система, там система была одного шага одной копейки, то есть в белорусских рублях, если я это просто переведу, да, то есть смысл в чем? Если не было конкуренции, я запускал сам баннер, да, то стоимость одного перехода была одна копейка, и он показался 100% аудитории. 12 февраля это все поменялось, то есть, ну, он стал более премиальным. Но вопрос исключительно в чем? 20% аудитория. Просто когда я разговаривал с Яндексом, Яндекс говорил, что в 20% случаев в какой-то части аудитории будет баннер показываться в любом случае. То есть я выставляю этот ценник, который мне удобен, если я не согласен с этим, да, он показывается не 80%, а 20% он будет показываться. Так вот, при эксперименте более 200 раз, открывая ссылку в control-shift-10, получается в скрытом режиме, по-моему, если я не ошибаюсь, то я ни разу не видел данных баннеров. То есть это неоднократно, я отправлял в Яндекс, они никак это не комментировали. То есть в этой формате это как? Мне сейчас сложно ответить точно на ваш вопрос. Давайте тоже отдельно посмотрим и разберемся. Окей, могу сегодня показать. Ну что ж, спасибо. Давайте поблагодарим Людмилу. Спасибо.